Почти 60 килограммов запрещенных веществ изъяли полицейские из незаконного оборота за 5 месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество изъятого увеличилось в два раза. Рассказывая ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в Нижегородской области, Ольга Кобзана отметила, что эти запрещенные вещества были найдены не у перевозчиков, а на территории региона, причем у категории школьников-студентов. По итогам пяти месяцев мы набираем рост на 13% количества преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Только 1630 преступлений было совершено только за 5 месяцев этого года. В прошлом году школьники и студенты совершили 21 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Из этого количества только одно правонарушение совершила девушка. За все остальные ответственность понесли юноши. За 5 месяцев этого года аналогичные преступления совершили уже более 30 молодых людей. Это не только хранение наркотических средств и психотворческих веществ. Чаще всего это именно сбыток. То есть это закладки, это участие в том числе и в организации в форме преступности. По словам Ольги Кобзан, это повод задуматься, насколько эффективна профилактика, если количество преступлений не сократилось, а увеличилось. Тем более, что большинство задержанных сами не употребляют наркотики, а зарабатывают таким образом деньги. Возможно, в этом свою роль сыграли 2 месяца самоизоляции, так как зачастую дети были предоставлены сами себе. А может быть, это результат неграмотных профилактических мероприятий. В любом случае, родителям и педагогам нужно быть внимательнее к своим детям и чаще беседовать о последствиях употребления наркотиков и уголовной ответственности за хранение избы запрещенных веществ. Елена Грицкова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.